Продолжение следует... 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 Я поняла, что надо что-то с этим делать И в конце концов из этого вышло движение И вообще философия всего движения Это в том, чтобы не искать механизмы Как и что можно говорить Потому что главное тут остаться с человеком И просто сказать, что вот я рядом И если я тебе нужен, то ты мне позвони В 2 часа ночи, в 3 Они, женщины, вот в этой сложной ситуации Как правило, если они говорят тебе То это говорит только об одном Что они тебе доверяют И больше ни о чем Это говорит о том, что какие бы у тебя сейчас Примитивные слова в голове не были Она хочет их услышать Потому что для нее единственная возможность Это услышать хоть от кого-то рожай И они часто внутри вот такую вот Прокручивают, ну, фразу что ли Или мысль Вот бы знак сейчас какой-то Вот бы сейчас кто-то позвонил Или какая-то смс-ка упала И тогда вот я решусь сохранять Потому что не может она Реализовать себя как мать И в этой ситуации Если рядом отец, который не поддержит Мать, которая направляет на аборт Или подруга, которая с умным видом говорит Что, ну, только не сейчас Ты понимаешь Начиналось это все очень просто С того, что взять у одного коляску Отдать другому коляску Вещи какие-то подсобирать У нас был такой бутик добра Потом мы поняли, что, наверное, удобнее Просто соединять двух людей У одного есть вещи, другому нужны Из этого сейчас выросла карта волонтеров И вообще мы даже свою СМИ женское создали Где женщина может рассказать свою историю Эксперты могут дать какие-то свои советы В общем, фонд — это такая площадка Где, с одной стороны, одни люди нуждаются им очень плохо И они приходят за помощью Но дело в том, что и с обратной стороны Даже больше приходят людей, которые готовы Помощью поделиться Печального, наверное, то, что эти все люди Несмотря на то, что хотят помочь Многие приходили через аборт И хотят помочь другим Потому что знают, как это плохо Это все внутри тревожит Хотя многие исповедовались и не один раз И участвовали в делах милосердия Но когда узнают, что есть такой фонд Который конкретно помогает беременным Они приходят и говорят Ну, делайте, что хотите Ну, вот я хочу волонтерить Я хочу как-то помогать Все-таки, если говорить о проектах То самый главный проект, наверное, мои дети Из этого вырастают все остальные другие проекты Поэтому я сама, как человек Который сначала решилась на детей И, наверное, где-то в детстве заложилось Что это правильный сценарий Отсюда вырастает и желание Помочь другим детям Помочь другим женщинам И уже будучи директором фонда То есть сначала это было волонтерское движение Потом стал фонд Уже после этого я принимаю приглашение на телеканал Спас А уже через два года работы Вот программа «Прямая линия жизни» Какие-то очертания приобрела И это было очень нелегко Вот такой вот необычный формат помощи кризисным женщинам На тему, которая очень табуирована в обществе А вдруг как-то оформить в медийный формат Как это может быть Как можно показать, что женщина хочет сделать аборт Там, что с ней делать Закрывать лицо Или там было Каких только вариантов В общем, не было Действительно, это около двух лет Разные-разные были мысли, предложения И была даже мысль реалити-шоу сделать Когда вот было принято решение, что это прямой эфир И это звонки Было очень необычно И боязно выходить с такой программой И услышать, например, что звонков нету Да, тишину в студии Ну да, там есть гости Понятно, что это формат обсуждения И помощи в первую очередь Но в любом случае телевидение Это про то, что там говорят Вообще было непонятно, что будет Да, вот идет отчет времени уже обратно Ты понимаешь, что все Сейчас, значит, страна смотрит эфир И будут или не будут в эфире звонки Это значит, будет или не будет Эта программа жить Потому что зачем нужна программа В которую они звонят А она построена только на звонках И пошли звонки Вот что было Это было уже со слезами Но это была радость После эфира это была просто эйфория Что мы нащупали нерв Вот было ощущение Что эти люди, они позвонили для того Чтобы кто-то даже сказать Что я на грани аборта Мне нужна помощь А мы ни одну заявку без помощи не оставляем Обязательно ищем Там, в регионах Или тут, в Москве, откуда звонок Как можно помочь всячески Это всегда тяжелые эфиры Я не помню ни одного эфира Чтобы мы быстро разошлись Потому что все продолжается И в рекламную паузу Мы продолжаем говорить, спорить где-то И после эфира тоже Это и слезы Это ощущение внутри Что ты можешь как-то повлиять На очень серьезный выбор Другого человека Где-то там В какой-то В каком-то далеком городе Может быть даже не сейчас А эфир будет в записи Когда-то Потому что через 3, может через 10 лет Больше всего благодарна, наверное, за людей Хочется сказать, конечно, за детей За опыт какой-то, за что-то Но мне кажется, самое потрясающее Самое красивое Самое высокое все, что есть Это люди очень разные Может быть, где-то угловатые Где-то, которые жестоко с тобой обходятся Кто-то невероятно добрый Наоборот, поддерживает тебя Но насколько же мы вообще интересные Самое любопытное Самое красивое Самое высокое Это люди И это не только у меня У всех у нас есть возможность Как книгу открытую читать Людей, которые есть вокруг тебя Я очень уверена, что люди Даны для того, чтобы нам Внутри расти, быть шире Глубже, мудрее, умнее Ни одной встречи в жизни не бывает случайной Сейчас понимаю, что люди никуда не деваются Они никуда не уходят Они с нами И нам дано время для того, чтобы людей понять И через людей уже открыть себя Превратиться в самих себя, какие мы должны быть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!